МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам 2017 года прожиточный минимум у Республики Казахстан составлял 23 800 тенге. Это на 10% больше, чем годом ранее. Для сравнения, показатель инфляции за соответствующий период лишь 7,1%, сообщает Рэнкинг КЗ. Наиболее высокие показатели в столицах и нефтяных регионах. Тут же и самые высокие заработные платы Республики Казахстан. И зачастую наиболее высокий уровень цен на товары и услуги. Примечательно, что до 2017 года на непродовольственные товары и услуги закладывалось 40% от стоимости минимальной потребительской корзины. А с текущего года будет заложено 45%. По расчетам Минтруда и соцзащиты, увеличение непродовольственной части приведет к росту прожиточного минимума в 2018 году до 16%. За 2017 год объем услуг интернет-связи достиг 228 миллиардов 600 миллионов тенге. Это на 10,7% больше, чем в сравнении с прошлым годом. Наибольший объем пришелся на Алма-Аты – почти 128 миллиардов 500 миллионов тенге. И Астану – без малого 40 миллиардов тенге, сообщает Финпром КЗ. Интернетизация в Республике Казахстан – один из ключевых приоритетов развития. Так, 12 декабря 2017 года правительством Республики Казахстан была утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан». Основной миссией программы является повышение качества жизни жителей и конкурентоспособности экономики страны за счет использования и развития цифровых технологий. Инфляция в Казахстане в 2018 году прогнозируется в коридоре 5-7%, сообщил председатель Нацбанка Республики Казахстан Даниар Акишев на пресс-конференции. В 2018 году мы ожидаем постепенное замедление годовой инфляции и установили более низкий целевой ориентир на 2018 год в размере 5-7%, сообщил Даниар Акишев. Как отметил глава Нацбанка, по итогам 2017 года годовая инфляция составила 7,1%, что соответствует целевому коридору 6-8% на 2016 год. Замедление инфляции происходило в условиях предсказуемой и адаптированной денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана и стабильной ситуации на мировых товарных и продовольственных рынках, подчеркнул глава финрегулятора. Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает двухпартийный законопроект об ужесточении правил иностранных инвестиций на фоне растущей обеспокоенности в отношении китайских попыток купить высокотехнологичные компании США, говорится в заявлении Белого дома. Документ расширит возможности правительства запрещать иностранные покупки американских компаний за счет увеличения полномочий Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах. Законопроектами предусмотрено достижение двойных целей по защите национальной безопасности и сохранение давней открытой инвестиционной политики Соединенных Штатов, заявили в Белом доме. Российские банки в 2017 году получили прибыль в размере 790 миллиардов рублей, что на 15% ниже показателя 2016 года, когда он составил 930 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк Российской Федерации. По данным регулятора, за 2017 год активы банковского сектора увеличились на 9%, кредиты экономики на 6,2%, в том числе кредитование нефинансовых организаций на 3,7%. Кредиты физическим лицам за прошедший год выросли на 13,2% и составили 12 триллионов 170 миллиардов рублей. В Центробанке отметили, что в 2017 году наблюдалась позитивная динамика в части фондирования. В частности, за прошедший год вклады населения выросли на 10,7%, а депозиты и средства организации на счетах на 4,8%. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Corporation в 2016 году выросла в 1,65 раза по сравнению с 2016 годом, до 7,6 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,9 доллара против 1,15 доллара по итогам 2016 года. Выручка Ford увеличилась на 3,3%, до 156 миллиардов 800 миллионов долларов. За четвертый квартал Ford получил 2,4 миллиарда чистой прибыли против 781 миллиона долларов чистого убытка годом ранее. Прибыль на акцию составила 60 центов против убытка в 20 центов годом ранее. В то же время Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7%, до 41 миллиарда 300 миллионов долларов, хотя аналитики ждали значения данного показателя на отметке 37 миллиардов долларов. Цифровой Казахстан. Быть на острие экономического, технологического и производственного прогресса задача не из легких, но тем не менее достижимая. Конечно, при правильном подходе и желании. Правительство Казахстана поставило цель за 4 года заложить прочный фундамент и дать старт совершенно новой технологической модернизации государства. Цифровизация – это направление экономики всего мира. Все сейчас говорят об этом, все этим занимаются. Во-первых, мы это делаем, чтобы не отстать. Программа цифровизации Казахстана утверждена. Государство на это выделяет немало денег. Денег действительно выделяется немало. Свыше 250 миллиардов тенге планируется потратить к 2021 году на цифровизацию в Казахстане. Но и отдача должна быть соответствующая. Поэтому перед тем, как приступить к ее реализации, в правительстве внимательно изучили эффект от потенциально вложенных средств. Программа имеет значительный потенциал в части создания добавленной стоимости и сокращения издержек в производстве, что позволит достичь темпов роста ВВП страны на уровень 4,5 и 5 процентов в год, начиная с 2025 года. При этом 1,6 и 2,2 процента, то есть около 3, придет исключительно на цифровизацию. Презентованный в декабре прошлого года проект включает 5 основных направлений в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Цифровизация отраслей экономики, преобразование традиционных отраслей экономики с использованием прорывных технологий с целью повышения производительности труда и роста капитализации. Переход на цифровое государство. Речь идет о выходе на качественный уровень оказания качественных услуг населению и бизнесу путем предвосхищения их потребностей. Реализация цифрового шелкового пути, развитие высокоскоростной, высокозащищенной инфраструктуры, передачи, хранения и обработки данных. Развитие человеческого капитала – это создание креативного общества для обеспечения перехода к экономике знаний. И, наконец, создание инновационной экосистемы. Речь идет о формировании условий для развития технологического предпринимательства и инноваций с устойчивыми горизонтальными связями между бизнесом, научной сферой и государством. В рамках указанных пяти направлений сформированы 17 инициатив и 120 мероприятий. Часть из них нацелена на конкретный результат уже в ближайшие годы, в то время как остальные заложат основы цифрового сектора как отрасли экономики будущего. В целом цифровая трансформация может давать ежегодно значительный экономический прирост. При этом наивысший экономический эффект обеспечит цифровизация следующих отраслей. Транспорт и логистика – 460 миллиардов тенге к 2025 году. Агропромышленный комплекс – 40 миллиардов тенге к этому же периоду времени. Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%. В денежном выражении это составит более 2 триллионов тенге. Конкретные примеры, за счет чего удастся достичь столь впечатляющих показателей, привел заместитель премьер-министра Казахстана на встрече с главой государства на прошлой неделе, докладывая о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и принимаемых в мирах по исполнению ранее данных поручений. Мы рассматривали промышленность нефтяновой отрасли, урановую отрасль, другую. Как цифровизация влияет на эти отрасли? Себестоимость продукции уменьшается, увеличивается непосредственно добыча. Вообще вопрос реализации программы «Цифровой Казахстан» стоит на особом контроле у главы государства. Нурсултан Назарбаев понимает, что воплощение в жизнь столь масштабного проекта для страны стратегически необходимо и направлено на перспективу развития всех отраслей Казахстана в целом. А потому министрам было поставлено очень жесткое условие. Сможет сделать это правительство? Не сможет мы другое правительство поставим работать? Вот так стоит вопрос. Настолько серьезно, я повторяю. Поэтому «Цифровой Казахстан» – это наше будущее. У нас другого выхода нет. И другого пути нет. Государственная программа «Цифровой Казахстан» рассчитана на 2018-2022 годы. За это время планируется добиться значительных показателей. На 65% вырастут объемы экспорта сельскохозяйственной продукции, повысится скорость оказания логистических услуг и вырастут объемы транзитных перевозок. Цифровизация базовых отраслей и развитие новых секторов экономики позволит создать 110 тысяч новых рабочих мест. В ближайшие пять лет доступ к широкополосному интернету будет на всей территории страны. И, наконец, производительность труда повысится на 15%. Все это, несомненно, поможет Казахстану укрепить свои позиции на мировой арене и повысить конкурентноспособность не только товаров, произведенных на территории нашей страны, но и человеческого капитала. И в конечном итоге поможет не остаться на задворках мирового сообщества.